Рак Давно не виделись. Высаб чего, как настроили у кого? Москва устала, пиздец. Я на самом деле зашел поделиться вполне полезной информацией, поэтому подожду, пока вы все добежите. Может, и кипиша много в последнее время. Отменяются туры, долго не выходят. Дориан Грейт 2, вся хуйня, короче, есть о чем попозарить. Да как-как, короче, честно говоря, полный пиздец. Не ожидал, что столько геймора будет с альбомом, но благо все движется в том направлении, в котором нужно. Просто это, к сожалению, отнимает очень много сил, короче. Какие планы после ДГ-2? Для начала дождитесь ДГ-2, потом будем говорить о планах, которые будут дальше. Сейчас подождем всех, кто не спит еще в столь поздний час, и начнем диалог. В конце концов, меня очень давно нигде не появлялось. Я, в принципе, не выходил ни в эфиры, ни сторис, даже толком не снимал. Так что сейчас все будет четко. Салют, салют, всем салют, салют. О, 35-й регион, е! В общем, суть моего послания следующая. Во-первых, секунду. Во-первых, то, что альбом Дориан Грей, который мы так долго уже выпускаем, выйдет в трех частях. И это уже 100% информация. Он не выйдет одним-единственным альбомом, как минимум, потому что нужно время, чтобы переварить все составляющие этого релиза, прежде, чем переходить к следующему. А во-вторых, потому что... Да, потому что мне так захотелось охуенный концепт. И я думаю, что все с этим согласятся, как только он выйдет. Выйдет скоро, не волнуйтесь. Все готовится для вас в лучшем виде. В общем, самое четкое, что я могу вам сказать, то, что я с утра и до вечера провожу время в студии для того, чтобы это дерьмо доделать. И сейчас я вот дома у своего менеджера, Ани, и хочу сказать, что эта женщина тоже не спит уже хрен знает какую неделю подряд для того, чтобы мы все замутили. Вот, сегодня были на встрече с Warner, все идет своим чередом, все будет круто. И самое четкое, что я вам хотел рассказать, бля, нет, не могу рассказать. В общем, 18 октября что-то классное в Москве будет касаемо альбома, но что вы узнаете чуть-чуть попозже. Вот, еще хотел очень напомнить о том, что у нас большие концерты будут в Санкт-Петербурге 18-го. Блядь, какого 18-го, пиздец? У нас 5-го, 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 5-го. Какой сейчас месяц? Кто первый напишет, какой месяц тот выиграл. А, октябрь. А, короче. 1-го декабря у нас большой концерт в Москве. Почему? Перед этим мы с вами в Питере будет 5-го. Ноября концерт, на котором я уже представлю новую программу. В Москве представлю новую, живую программу. Да, может, и в Питере представлю, если успеем. На самом деле я очень сильно волнуюсь перед тем, как это выйдет в свет. Вот. Волнуюсь, в первую очередь, за то, чтобы это вышло так, как я задумал. Так что топите там, все, кто может, и ждите. Это вот прямо, блядь, буквально немножко. Буквально немножко осталось подождать. Бррр. Вы сейчас меня слышите? 1-го декабря будет концерт в Москве. Москва-холе. И... Стой. Москвичная машина... Что за дичь, ребята? У вас реально продолжается поток бессмысленных сообщений. Как я давно не выходил в эфир, я совершенно отвык от этого дерьма. Фитцлоки. Фитцлоки это то, на самом деле, это то, о чем я постоянно слышу, типа, отовсюду. Хотя мы его записали уже очень такое добротное время назад. И я хочу сказать, что с ним у нас вроде как все хорошо, но мы, насколько я знаю, ждем выхода его альбома. Когда ДГ-2? Вот я, собственно, об этом бы зашел вам сказать. Когда конкретно говорить не буду. Хотя, почему нет? В общем-то, первая часть альбома откроется 18 октября. 18 октября. Осталось подождать, типа, чуть больше... Недели или полторы, или две хрен его знают. Я даже не помню, какое сегодня число. Счастливые часов не наблюдают, так вот за Анютой тоже. Тема, давно тебя не видел, блять. Почему именно ты написал, когда ДГ-3, я не понимаю. Итак, что? Повторим еще разок. О! А вот и Анюта. Салютики. Салютики. Пожалуйста, передайте привет этой женщине, потому что именно благодаря ей все выйдет. Именно благодаря вот этой девчонке все выйдет. Напишите спасибо, Аня, пожалуйста. Подписывайтесь на мой инстинкт. Панкс нот дэд. Мммм. Мммм. Ее. Эта девчонка шарит. Эта девчонка шарит. Эта девчонка шарит. Ее. Че, кто еще что-то интересное там пишет? Спасибо. Будет новый альбом. Как я и говорил. Конечно, будет. И будет он в ближайшее время. Будет он 18 октября. Первая часть. Я очень хочу, чтобы вы запомнили информацию о том, что альбом выйдет на самом деле в трех частях. Потому что это стоило очень долгих, мучительных разговоров с дистрибьюторами. И всем, что из этого вытекает. Как собака гибритая, пиздец. Трек с Гансом. Я надеюсь, что вы все нашли силы и время в себе для того, чтобы каким-то образом поддержать пацанов. Потому что я считаю, что это достойный релиз. И в целом, в общем, все круто. Я думаю, что мы еще будем работать вместе. Но самое главное. Самое главное. Помните, что альбом выйдет в трех частях. Потому что если вы... Ну, короче, я искренне надеюсь, что вы выкупаете стиль. Поэтому все будет заебись. Даже если не выкупаете, все будет охуенно. Потому что я очень сильно хочу снять этот камень с души уже наконец. И не цирилизнуть второй Дориан. Все, Соня. Хорош. Сколько треков будет в первой части? Ни хуя себе. Я еще должен сказать, сколько будет треков там. Нет, это слишком. Я с удовольствием назову вам итоговую цифру треков, которые будут в альбоме. Вас ждет 19 дорожек, 19 треков. И... Примерно треть из них, собственно, выйдет 18... 18 числа. Ты в музее? Нет, я дома у своего менеджера. Сколько треков на ДГ-2? Ну, в общем, пока вы все подключаетесь чуть позже или чуть раньше, чем остальные, я буду сейчас какое-то время повторять одну и ту же фразу. На ДГ-2 будет 19 треков. На ДГ-2 будет 19 треков. На ДГ-2 19 треков. На ДГ-2 19 треков. 19 треков охуенного музла. Вот именно так. Никогда не едете в Украину. Я был в Украине месяца два с половиной, три назад, типа. И еще за месяц до этого был снова в Украине. Так что вы очень невнимательно следите, скорее всего, за моим концертным, вернее, гастрольным графиком. 19 треков будет на ДГ-2. Вы все правильно поняли. Но он выйдет в трех частях. Выход первой части запланирован на 18 октября. Соответственно, 18 октября выйдет не 19 треков. На альбоме не будет ни одного фита. Ни одного одинюсенького фита. Единственный трек, который там будет при участии второго артиста. Это, собственно, трек при участии второго артиста. Девочка, мальчик, гадайте сами. В ДГ-2 будет 19 треков. Нисколько Димар Сыганс это мои кореша. Поэтому все, что они отдали мне, это драгоценное время. Потраченное на записи этого трека. Я не могу вернуть тур по ряду обстоятельств. И в основном это просто человеческий фактор. В общем, мы не смогли договориться со многими людьми, которые были в этом вовлечены, так сказать. И поэтому, в общем, я думаю, что мы сейчас отыграем два больших концерта этих, Питер и Москва. Напоминаю, что концерт в Питере у нас будет проходить 5 ноября. И концерт в Москве будет 1 декабря. После них мы займемся тем, что своими силами, уже без каких-то сторонних, так сказать, организаций, поедем в большой весенний тур. Но тут уж вся ответственность будет лежать исключительно на нас. Потому что я устал, в принципе, подпускать к своему творчеству и к своим рабочим процессам какие-то сторонние лица. Потому что, как правило, это приводит только вот к тому, к чему приводит. Какой раз мы уже переносим тур? Второй. Вот. Но по-прежнему все билеты, которые были куплены, будут действительны. Так что все, что я хочу, это понимание от вас и... Да, собственно, все. Типа очень много хейтеров и злых языков, которые базарят всякое дерьмо. И зачастую это ребята из индустрии, которым либо нечем заняться, либо еще что-то в этом духе. Поэтому, чё, мы хуярим. Хуярим, нам обычно ничего не мешает. Сколько бы ни пиздели, как бы руки-ноги на месте, студия есть, возможности записываться есть, поэтому мы с утра до вечера. Почему я говорю мы? Потому что в любом случае в том, чтобы тот материал, который я для вас готовлю, дошел до вас в том виде, в котором я хочу, чтобы он дошел. В любом случае задействован ряд людей, которым я очень благодарен, за то, что они двигаются вместе со мной. И... Все. Все будет четко. Я вам отвечаю нахуй. И... Приглашали ли тебя в какой-нибудь букинг или лейбл? Это очень глупый вопрос, потому что... Еще раз повторюсь, я вышел не потрепаться о том, типа, блядь, какого цвета у меня носки, как трахается моя сучка и так далее и тому подобное. И я хочу побазарить с вами о том, что вас ждет, что ждет нас. Типа, все остальное меня не ебет. Да и вас не должно. Какой промежуток между альбомами ты про те, которые будут дропаться сейчас в качестве Дориана Грея, если, то... Небольшой, небольшой интервал между выкладками будет, там, типа, в районе 10 дней. Не знаю, что-то в этом духе. Вторая зебра уже готова давным-давно. Анечка, ты такая милая и такая беспалевная. Вы так тихо подкрадываетесь? Кто-нибудь подписался на меня в Инстике? Еще раз, Punks, Not Dead. Я сейчас напишу в комментариях. Как у тебя с Гонфладом, спрашивают? У меня там с Гонфладом отлично, мы с Саней дружим. Чисто разбавила обстоятельства. У меня вывести кистори с Гонфладом. А у меня концерт. 5 ноября в Питере и 1 декабря в Москве. У нас там такое шоу будет. Занято тем, что аплодируем как раз эти концерты. Я вам скажу, что мы, наверное, впервые готовим большую живую программу. Потому что там очень много гемора с репетициями, с музыкантами и за всем остальным. Но всем нравится, типа, делать то, что они делают. Поэтому, бам, мы просто-напросто в этот раз, наверное, выложимся так, как мы никогда еще не выкладывались. Вологды. Касаемо Вологды, я уже рассказывал, наверное, неоднократно о том, что хотелось бы Вологде сделать что-то особенное. Поэтому я думаю, что летом или осенью мы сформируем для Вологды совершенно какое-то отдельное мероприятие. Потому что, да, но это как-никак место, где я родился и вырос до определенного момента. Так что будем ебашить, будем ебашить. Короче, все, что вы можете сделать для того, чтобы оправдать мои усилия и, короче, не подвести меня в очередной раз. Это, во-первых, очень внимательно послушать релиз, который мы выпускаем вдумчиво, а не как обычно, типа, бам, классный бит, бам, классный флоу. Это все хуйня, ребят. Мой релиз, это, типа, моя мама называла такие вещи письмо миру. Типа, для меня это просто какое-то откровение для тех, кто со мной там, условно, неважно с 2014 года или с 2017, или вообще только что обо мне узнал. Я просто хочу, чтобы вы не просто знали обо мне, я хочу, чтобы вы знали меня. Соответственно, общаюсь с вами посредством треков и всего остального. Если бы я по-прежнему, как в течение всего этого года проводил все время в трансляциях или тратил его на то, чтобы снимать какие-то ебнутые сторисы или еще что-то, у меня бы не было времени на то, чтобы производить релиз. Я слишком много времени тратил на то, чтобы зарабатывать бабки в этом году, условно. И понимаю, что это все на самом деле хуйня, потому что деньги – это деньги, а творчество – это творчество, музыка – это музыка. Я хочу делать музло, хочу, чтобы вы слушали музло, типа, и хуй вы знаете, надо уметь, надо уметь расставлять приоритеты. Я этому учусь, типа, на ходу, потому что… Да, потому что все мы учимся на опыте, типа, если ты не переживаешь какие-то моменты сам, то вряд ли ты можешь извлечь из них урок. Как говорится, умные люди учатся на чужих ошибках, так вот это полная хуйня. Кто-то может сделать какую-то движуху, проебаться, а кто-то другой может попробовать сделать то же самое и не проебаться, да, соответственно, типа, хуйня. Хочешь узнать – наверняка – проверяй сам. Так что я попроверял, 80% из того, что я выяснил, мне не понравилось, поэтому с этого момента, в общем, хочется быть предельно откровенным, предельно направленным на то, чтобы делать дерьмо для вас. Так что, что я могу еще сказать, ебаный рот. Я соскучился что-то уже по всем этим медиадвижухам, типа, трансляции в Инстаграме, но в целом очень сильно отвлекает. Надеюсь, что все, кто здесь сейчас находится, типа, усвоили, да, этот движ, что-что. Но, блядь, я орусь этих комментариев, типа, иди на хуй. Ульяна такое музло на кухне делала сегодня. Не будет фитов, на альбоме не будет фитов, и там 19 ебаных сольных треков. Напоминаю еще раз, 19 треков, 19, 1-9, мафака. Так вот, 18 октября выйдет первая часть альбома. Знаешь, почему Адам и Ева не родились с черными, спрашивает меня чел. Слушай, этот вопрос такой же абсурдный как... Да хуй его знает, ты же не знаешь, какие были Адам и Ева. Нигель. Плацента фифти-сента пишет мне, что что-то там нереспектное, я в ахуе из такого никнейма. А я пришла еще раз попиарить свой инстаграм. Кто-нибудь подписался? Напишите в комментариях. Ну хоть кто-нибудь. Сама своя менеджер, это тот, который пиарит не альтиста, а свой инстаграм, чтобы вы знали. Из-за меня выходит такая отважающая вас с канала. Главное, что он не из тебя выходит. Это все нормально. Е. Хабиб Уликонор, блядь. Очень забавный вопрос, видите. То, что мы с вами сейчас обсуждаем. Если честно, я не могу предсказать исход этого боя. Даже типа предположить, кто кого, потому что... Ну это тоже, типа, слишком серьезная движуха. Они оба готовились к этому достаточно серьезно, я уверен, на 100%. Так что, мамфака. Жак сестра в Вологде. У меня целых две сестры в Вологде. Одна черная, другая белая. Йоу нигери. Короче, невозможно было ничего вам больше не говорить, потому что я на самом деле хотел до последнего вообще молчать. Просто взять и дропнуть альбом, но я такой думаю, блядь. Такой уебок. Они уже так давно спрашивают меня, когда, что. В общем, решил напомнить вам в очередной раз, если вдруг вы не слышали, что альбом выходит 18 октября. И выходит лишь первая часть. Да, одна из них очень музыкальная. Я надеюсь, что как только ей исполнится 18 лет, у меня получится ее перевезти в Москву и заниматься ее музлом. Потому что моя сестра, это, конечно, дико талантливый ребенок. Вот. И я думаю, что мы с ней поработаем, в общем, даже, может быть, на следующем релизе уже на мэйл. Да, привет, Карлос. Слушай, надо с тобой тоже много чего обсудить. Я сейчас пропал, потому что у меня вообще нет времени. Я там, условно, с 6 утра до 6 утра постоянно зависаю на студии, поэтому... ... ... ...